Стивен Кинг. Ночная смена. Сборник. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Стивен Кинг всегда хотел писать, и он пишет. И он написал Керри, и жребий, и сияние, и замечательные рассказы, которые вы можете прочесть в этой книжке, и невероятное количество других рассказов, и романов, и отрывков, и стихотворений, и эссе, а также прочих произведений, не подлежащих классификации и уж тем более по большей части публикации. Слишком уж отталкивающие и страшные описаны там картины. Но он написал их именно так. Потому что другого способа написать об этом просто не существует. Не существует, и все тут. Усердие и трудолюбие — прекрасные качества, но их недостаточно. Надо обладать вкусом к слову, упиваться, обжираться словами. Купаться в них, раскатывать на языке, перечитать миллионы слов, написанных другими. Читать все, что только не попадет под руку, с чувством бешеной зависти или снисходительного презрения. А самое яростное презрение следует приберегать для людей, скрывающих свою полную беспомощность и бездарность за многословием, жесткой структурой предложения, присущей германским языкам, неуместными символами, а также абсолютным отсутствием понимания того, что есть сюжет, исторический контекст, ритм и образ. Только начав понимать, что такое вы сами, вы научитесь понимать других людей, ведь в каждом первом встречном есть частичка вашего собственного «я». Ну вот, собственно, и все. Итак, еще раз, что нам необходимо? Усердие и трудолюбие плюс любовь к слову плюс выразительность. И вот из всего этого с трудом пробивается на свет Божий частичная объективность. Ибо абсолютной объективности не существует вообще. И тут я, печатающий эти слова на своей голубой машинке и дошедший уже до второй страницы этого предисловия, и совершенно отчетливо представлявший сначала, что и как собираюсь сказать, вдруг растерялся. И теперь вовсе не уверен, понимаю ли сам, что именно хотел сказать. «Прожив на свете вдвое дольше Стивена Кинга, я имею основание полагать, что оцениваю свое творчество более объективно, нежели Стивен Кинг свое. Объективность? Ох, она вырабатывается так медленно и болезненно. Ты пишешь книги, они расходятся по миру, и очистить их от присущего им духа, как от шелухи, более уже невозможно. Ты связан с ними, словно с детьми, которые выросли и избрали собственный путь, невзирая на все те ярлыки, которые ты на них навешивал. А если бы только это было возможно, вернуть их домой и придать каждой книге дополнительного блеска и силы, почистить, подправить страницу за страницей, углубить, перелопатить, навести полировку, избавить от лишнего. Но в свои тридцать Стивен Кинг куда лучший писатель, нежели был я в свои тридцать и сорок. И я испытываю к нему за это нечто вроде ненависти. Ну так, самую малость. И еще, мне кажется, знаю в лицо целую дюжину демонов, попрятавшихся в кустах вдоль тропинки, которую он избрал. Но даже если бы у меня и существовал способ предупредить его об этом, он бы все равно не послушался. Тут уж кто кого. Или он их, или они его. Все очень просто. Ну ладно. Так о чем это я? Трудолюбие, любовь к слову, выразительность, объективность. А что еще? История. Ну, конечно, история. Что же еще, черт побери? История — это нечто, случившееся с тем, за кем вы наблюдаете и к кому неравнодушны. Случиться она может в любом измерении — физическом, ментальном, духовном, а также в комбинации всех этих трех измерений. И без вмешательства автора. А вмешательство автора — это примерно вот что. Бог мой, мама, ты только посмотри, как здорово я пишу! Другого рода вмешательство, чистой воды, гротеск — вот один из любимейших примеров, вычитанных мной из прошлогоднего сборника бестселлеров. Его глаза скользнули по передней части ее платья. Вмешательство автора — это глупая или неуместная фраза, заставляющая читателя тут же осознать, что он занят процессом чтения, и оторвать его тем самым от истории. У бедняги шок, и он тут же забывает, о чем шла речь. Другой разновидностью авторского вмешательства являются эдакие мини-лекции, включенные в ткань повествования. Кстати, один из самых прискорбных моих недостатков. Образ должен быть выписан точно, содержать неожиданное меткое наблюдение и не нарушать очарование повествования. В этот сборник включен рассказ под названием «Грузовики», где Стивен Кинг рисует сцену напряженного ожидания в авторемонтной мастерской и описывает собравшихся там людей. Коми-Вейжор, он ни на секунду не расставался с заветным чемоданчиком с образцами. Вот и теперь чемоданчик лежал у его ног, словно любимая собака, решившая вздремнуть. Очень мне кажется точный образ. В другом рассказе он демонстрирует безупречный слух, придавая диалогу необыкновенную живость и достоверность. Муж с женой отправились в долгое путешествие. Едут по какой-то заброшенной дороге. Она говорит «Да, Бёрд, я знаю, что мы в Небраске, Бёрд. И всё же, куда это нас, чёрт возьми, занесло?» А он отвечает «Атлас дорог у тебя, так погляди, или читать разучилась?» «Очень хорошо. И так просто и точно, прямо как в нейрохирургии. У ножа имеется лезвие, ты держишь его соответствующим образом и делаешь надрез». И, наконец, рискуя быть обвинённым в иконоборчестве, должен со всей ответственностью заявить, что мне абсолютно плевать, какую именно тему избирает для своего творчества Стивен Кинг. Тот факт, что он в данное время явно упивается описанием разных ужасов из жизни привидений, ведьм и прочих чудовищ, обитающих в подвалах и канализационных люках, кажется мне не самым главным, когда речь заходит о практике его творчества. Ведь вокруг нас происходит немало самых ужасных вещей. И все мы, и вы, и я, ежечасно испытываем сумасшедшие стрессы. А детишками, в душах которых живёт зло, можно заполнить Диснейленд. Но главное, повторяю, это всё-таки история. И, взяв читателя за руку, она ведёт его за собой и не оставляет безразличным. И ещё. Две самые сложные для писателя сферы — это юмор и мистика. Под неуклюжим пером юмор превращается в погребальную песнь, а мистика вызывает смех. Но если перо умелое, вы можете писать о чём угодно. И похоже, что Стивен Кинг вовсе не собирается ограничиться сферой своих сегодняшних интересов. Стивен Кинг не ставит целью доставить удовольствие читателю. Он пишет, чтобы доставить удовольствие себе. Я тоже. И когда такое случается, результат нравится всем. Истории, доставляющие удовольствие Стивена Кингу, радуют и меня. По странному совпадению, во время написания этого предисловия я вдруг узнал, что роман Кинга «Сияние» и мой роман «Кондоминиум» включены в список бестселлеров года. Не поймите превратно, мы с Кингом вовсе не соревнуемся в борьбе за внимание читателя. Мы с ним, как мне кажется, конкурируем с беспомощными, претенциозными и псевдосенсационными произведениями тех, кто так и не удосужился научиться своему ремеслу. Что касается мастерства, с которым создана история, и удовольствие, которое вы можете получить, читая ее, то не так уж много у нас Стивенов-Кингов. И если вы прочли все это, надеюсь, что времени у вас достаточно, и можно приступить к чтению рассказов. Джон Д. Макдональд К читателю Давайте поговорим. Давайте поговорим с вами о страхе. Я пишу эти строки, и я в доме один. За окном моросит холодный февральский дождь. Ночь Порой, когда ветер завывает вот так, как сегодня, особенно тоскливо, мы теряем над собой всякую власть. Но пока она еще не утеряна, давайте все же поговорим о страхе. Поговорим спокойно и рассудительно о приближении к бездне под названием безумие, о балансировании на самом ее краю. Меня зовут Стивен Кинг. Я взрослый мужчина. Живу с женой и тремя детьми. Я очень люблю их и верю, что чувствую это взаимно. Моя работа — писать, и я очень люблю свою работу. Романы Кэрри, жребий, сияние имели такой успех, что теперь я могу зарабатывать на жизнь исключительно писательским трудом. И меня это очень радует. В настоящее время со здоровьем вроде бы все в порядке. В прошлом году избавился от вредной привычки курить крепкие сигареты без фильтра, которые смолил с 18 лет, и перешел на сигареты с фильтром и низким содержанием никотина. Со временем, надеюсь, бросить курить совсем. Проживаю с семьей в очень уютном и славном доме рядом с относительно чистым озером в штате Мэн. Как-то раз прошлой осенью, проснувшись рано утром, вдруг увидел на заднем дворе оленя. Он стоял рядом с пластиковым столиком для пикников. Живем мы хорошо. И однако же поговорим о страхе. Не станем повышать голоса и наивно вскрикивать. Поговорим спокойно и рассудительно. Поговорим о том моменте, когда добротная ткань вашей жизни вдруг начинает расползаться на куски, и перед вами открываются совсем другие картины и вещи. По ночам, укладываясь спать, я до сих пор привержен одной привычке. Прежде чем выключить свет, хочу убедиться, что ноги у меня как следует укрыты одеялом. Я уже давно не ребенок, но... Но ни за что не засну, если из-под одеяла торчит хотя бы краешек ступни. Потому что если из-под кровати вдруг вынырнет холодная рука и ухватит меня за щиколотку, я, знаете ли, могу и закричать, заорать, да так, что мертвые проснутся. Конечно, ничего подобного со мной случиться не может, и все мы прекрасно это понимаем. В рассказах, собранных в этой книге, вы встретитесь с самыми разнообразными ночными чудовищами. вампирами, демонами, тварью, которая живет в чулане, прочими жуткими созданиями. Все они нереальны. И тварь, живущая у меня под кроватью и готовая схватить за ногу, тоже нереальна. Я это знаю. Но твердо знаю также и то, что если как следует прикрыть одеялом ноги, ей не удастся схватить меня за щиколотку. Иногда мне приходится выступать перед разными людьми, которые интересуются литературой и писательским трудом. Обычно, когда я уже заканчиваю отвечать на вопросы, кто-то обязательно встает и непременно задает один и тот же вопрос. Почему вы пишете о таких ужасных и мрачных вещах? И я всегда отвечаю одно и то же. А почему вы считаете, что у меня есть выбор? Писательство — это занятие, которое можно охарактеризовать следующими словами. «Хватай, что можешь». В глубинах человеческого сознания существуют некие фильтры. Фильтры разных размеров, разной степени проницаемости. Что застряло в моем фильтре, может свободно проскочить через ваш. Что застряло в вашем, запросто проскакивает через мой. Каждый из нас обладает некой встроенной в организм системой защиты от грязи, которая и накапливается в этих фильтрах. И то, что мы обнаруживаем там, зачастую превращается в некую побочную линию поведения. Бухгалтер вдруг начинает увлекаться фотографией, астроном коллекционирует монеты, школьный учитель начинает делать углем наброски надгробных плит. Шлак, осадок, застрявший в фильтре, частицы, отказывающие проскакивать через него, зачастую превращаются у человека в манию, некую навязчивую идею. В цивилизованных обществах по негласной договоренности эту манию принято называть хобби. Иногда хобби перерастает в занятия всей жизни. Бухгалтер вдруг обнаруживает, что может свободно прокормить семью, делая снимки, учитель становится настоящим экспертом по части надгробий и может даже прочитать на эту тему целый цикл лекций. Но есть на свете профессии, которые начинаются как хобби и остаются хобби на всю жизнь. Даже если занимающийся ими человек вдруг видит, что может зарабатывать этим на хлеб. Но поскольку само слово «хобби» звучит мелко и как-то несолидно, мы, опять же, по негласной договоренности, начинаем в подобных случаях называть свои занятия искусством. Живопись, скульптура, сочинение музыки, пени, актерское мастерство, игра на музыкальном инструменте, литература. По всем этим предметам написано столько книг, что под их грузом может пойти на дно целая флотилия из роскошных лайнеров. Единственное, в чем придерживаются согласия автора этих книг, заключается в следующем. Тот, кто является истинным приверженцем любого из видов искусств, будет заниматься им, даже если не получит за свои труды и старания ни гроша, даже если наградой за все его усилия будут лишь суровая критика и брань, даже под угрозой страданий, лишений, тюрьмы и смерти. Лично мне все это кажется классическим примером поведения под влиянием навязчивой идеи. И проявляться оно может с равным успехом и в занятиях самыми заурядными и обыденными хобби, и в том, что мы так выспринно называем искусством. Бампер автомобиля у какого-нибудь коллекционера оружия может украшать наклейка с надписью «Ты заберешь у меня ружье только в том случае, если удастся разжать мои холодеющие мертвые пальцы». А где-нибудь на окраине Бостона домохозяйки, проявляющие невиданную политическую активность в борьбе с плановой застройкой их района высотными зданиями, часто налепляют на задние стекла своих пикапов наклейки из следующего содержания. «Скорее я пойду в тюрьму, чем вам удастся выжить моих детей из этого района». Ну и по аналогии, если завтра на нумизматику вдруг объявят запрет, то астроном-коллекционер вряд ли выбросит свои железные пенни и алюминиевые никели. Нет, он аккуратно сложит монеты в пластиковый пакетик, спрячет где-нибудь на дне бачка в туалете и будет любоваться своими сокровищами по ночам. Мы несколько отвлеклись от нашего предмета обсуждения — страха. Впрочем, ненамного. Итак, грязь, застрявшая в фильтрах нашего подсознания, и составляет зачастую природу страха. И моя навязчивая идея — это ужасная. Я не написал ни одного рассказа из-за денег, хотя многие из них, перед тем, как попали в эту книгу, были опубликованы в журналах, и я ни разу не возвратил присланного мне чека. Возможно, я и страдаю навязчивой идеей, но ведь это еще не безумие. Да, повторяю, я писал их не ради денег. Я писал их просто потому, что они пришли мне в голову. К тому же вдруг выяснилось, что моя навязчивая идея — довольно ходовой товар. А сколько разбросано по разным уголкам света разных безумцев и безумец, которым куда как меньше повезло с навязчивой идеей. Субтитры создавал DimaTorzok